Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии в эфире мы общаемся с первыми лицами Рязани и обсуждаем самые актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Наш сегодняшний собеседник, заместитель главы администрации города Светлана Горячкина. Светлана Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте, Евгения! И сегодня мы будем говорить о бюджете. Бюджет – главный финансовый документ. Перед началом текущего года, когда бюджет принимали в прошлом году, многое говорилось о том, что он сложный, напряженный и так далее и тому подобное. Ну а в чем особенности главного финансового документа города, того, скажем так, документа, по которому все мы и живем? Ну, во-первых, Евгения, я бы сказала, что я не считаю его каким-то очень сложным, напряженным бюджетом. У нас каждый год, вот каждый финансист скажет, что мы обязаны сделать бюджет сбалансированным, да, сформировать его так, чтобы и доходная часть, и расходная часть были сбалансированы. И мы не имеем права сделать свой бюджет с дефицитом более чем 10%. То, что касается особенностей бюджета 2014 года, да, они действительно есть. И основная его главная особенность заключается в том, что в прошлом году произошли некие перераспределения полномочий между уровнями власти. На сегодняшний день, вот в 2014 году, все местные бюджеты, они... Из местных бюджетов было исключено такое финансовое полномочие, как финансирование образовательного процесса в детских садах наших. Это стало прямым полномочием по федеральному закону об образовании, прямым полномочием наших субъектов. В связи с этим не только произошло перераспределение по расходам, но в том числе произошло перераспределение по доходам. Из всех местных бюджетов было частично исключено поступление определенного процента по нашему главному доходному источнику, как налога на доходы физических лиц. Если в прошлом году мы получали в субъекте в нашем Бризанской области 30% от этого налога, то в этом году 2,2%. В связи с тем, что часть расходных полномочий, такие как по финансированию образовательного процесса в детских садах, они ушли на полномочия субъекта. Но надо сказать, что мы не просто передали эти расходные полномочия вместе с доходным источником. Эти денежные средства обратно вернулись к нам в городской бюджет, но в виде уже целевых субъенций на финансирование образовательного процесса в детских садах. Только поменялся как бы их классификация. Это теперь не собственные доходные источники, а целевые межбюджетные трансферты в виде субъенций из областного нашего бюджета. Второй, наверное, такой вот особенностью бюджета 2013 года и бюджета 2014 года – это поступление от земельного налога. Как мы все знаем, что в прошлом году по законодательству была пересмотрена на уровне нашего субъекта кадастровая стоимость земли, по которой каждый собственник земельного участка производит оплату за тот земельный участок, который имеет в собственности. И в 2014 году, по нашей оценке, сумма земельного налога, который будет поступать в городской бюджет, сократится где-то ориентировочно на 183 миллиона. Разумеется, в связи с этим были пересмотрены несколько и капитальные затраты нашего городского бюджета. Почему именно капитальные затраты? Так как все затраты текущие, которые касаются содержания бюджетной сети, мы обязаны по законодательству выполнить 100%. Что такое затраты на содержание? Это вся наша бюджетная сфера – это содержание детских садов, школ, всех учреждений физической культуры и культуры, и даже доп. образований. Ну вот традиционно говорится, что бюджет носит ярко выраженную социальную ориентированность, социальную направленность. Вот что подразумевает под собой вот это вот словосочетание – социальная направленность бюджета? Евгения, действительно, городские бюджеты, вообще все бюджеты местные, я бы так сказала, на сегодняшний день, имеют яркую выраженную социальную направленность. У нас, если посмотреть, открыть наш бюджет, он имеет ряд разделов. Это национальная экономика, общегосударственные вопросы, это блок ЖКХ и благоустройства, в том числе и социальные блоки. Это образование, это физическая культура, спорт и социальная политика. Так вот, если открыть наш бюджет, то у нас расходы на социальные блоки, образование, культуру, физкультуру и соцполитика, они составляют 72% из всех расходов нашего бюджета. Если вот посмотреть на цифры, да, то расходы нашего бюджета на сегодняшний день утверждены в сумме 7 миллиардов 500, то из них 5 миллиардов, это где-то 72%, это расходы на социальную сферу. И только оставшиеся там 28%, это занимают расходы на ЖКХ благоустройства, расходы на национальную экономику, на первичные меры по безопасности, ГОЧС и так далее. Поэтому всегда, вот я уже работаю 6 лет, да, в городской администрации, вот возглавляю этот блок, всегда наш бюджет носил социальную направленность. Конечно, этот процент, он немножко менялся по годам, да, если мы начинали с 56% в 2008 году, то сейчас мы дошли до того, что этот процент составляет 72%. Ну, вот в то же время в интернете был ряд критических публикаций в течение января-февраля по бюджету 2014 в городе Рязани, и как писали отдельные блогеры, половина расходов бюджета – это зарплата чиновников. Это половина вот того, что у нас есть в городе, тратится на зарплату чиновников, депутатов и так далее. Ну, я считаю, это просто немножко некорректно прошла вот такая информация. Дело в том, что действительно в нашем бюджете 50%, это 3 миллиарда 700, идет на выплату заработной платы, но не чиновникам. Это заработная плата работников бюджетной сферы, это учителя, это воспитатели в детских садах, это нянечки в детских садах, это работники наших физкультурных фоков, детских дошкольных учреждений, это библиотек, это музыкальные школы, это различные клубные формирования. Действительно, 50% из всех расходов бюджета идет на выплату заработной платы, но только работникам социальной сферы, и зарплата чиновников туда никаким, вот даже в эту цифру не входит. То есть это вот та самая социальная ориентированность бюджета, о которой мы говорим. Совершенно верно. Я даже больше хочу сказать, что вот в связи с принятием вот этих на федеральном уровне так называемых майских указов президента от мая 2012 года, у нас сейчас идет вот очень такое целенаправленная как бы вот политика по увеличению зарплаты работников в социальной сфере. И приняты дорожные карты в каждом субъекте, на уровне каждого муниципального образования, подведение этой зарплаты до целевых показателей. Я просто хочу сказать, о чем это целевые показатели. То есть до 2018 года мы должны вывести уровень зарплаты, например, учителей до 100% по средней по экономике, она уже у нас сейчас, на уровне нашего субъекта уже составляет 100% от средней зарплаты по региону. То есть если за прошлый год средняя зарплата по учителям по региону как бы должна была целевой ориентир быть где-то 21 тысяч, то у нас уже 24 тысячи. То же самое и по другим категориям. Это воспитатели в детских садах, это работники культуры. В прошлом году эта зарплата должна была составлять не менее 50% от средней по региону, да, это где-то должна была 14 тысяч быть, то в этом году эта зарплата должна составлять уже 60% от средней по региону. И мы, соответственно, в своем бюджете и на уровне субъекта предусмотрены специальные средства для повышения зарплаты. Просто приведу пример. В нашем бюджете 2014 года на повышение заработной платы предусмотрено 173 миллиона плюсом к уровню бюджета 2013 года. Несмотря на то, что у нас сокращается там несколько земель на налог, у нас несколько снижены темпы роста по налогу на доходы физических лиц, а он у нас основной налог. Налоговое поступление от 50% от всех доходов наших собственных составляет налог на доходы физических лиц. На самом деле популярно все объяснили. То есть социальная ориентированность бюджета – это во многом, собственно говоря, зарплата работников в бюджетной сфере. Подчеркиваю, именно работников в бюджетной сфере. Это учителя, воспитатели детских садов и так далее и тому подобное. И рост этой зарплаты. А вот, скажите, есть уверенность, вот я опять же возвращаюсь к твоему первому вопросу о напряженном бюджете, как бы, ну так вот уж говорилось, что вот этот рост зарплаты, что вот этот бюджетный параметр удастся сохранить и выдержать? Ну, мы надеемся и мы приложим все силы, чтобы свои параметры нашей доходной части, расходной части бюджета исполнить как бы 100%. Я хочу сказать, что вот по практике шести лет, вот которых я отработала, мы всегда все социальные расходы выполняем 100%. Это в первую очередь поставлено во главу угла для любого органа власти, что в первую очередь выполняются расходы социальной направленности, и во вторую очередь смотрятся расходы инвестиционного характера и капитального характера. Поэтому вот, как бы, мне кажется, что ни один финансист, как бы, мне кажется, и не может сказать, что какие-то расходы социальной направленности в каком-то году у него не были исполнены. Ну, по крайней мере, у нас в городе они всегда вот максимум на 100% исполняются. То, что касается вот снижения общих темпов экономического развития вот в нашей стране, да, они действительно наблюдаются. То есть вот это уже и Федерация озвучила в прошлом году, что темпы развития в целом экономики в нашей стране, они несколько снижены по сравнению там с 2011 году, когда после кризиса пошел уже рост экономики. Да, действительно, имеется некий спад. Почему наш бюджет на это реагирует? Это, как бы, логично, потому что доходным источником НДФЛ является, это заработные платы всех работников, которые работают на территории города Рязани, всех предприятий. Они уплачивают все предприятия к нам НДФЛ. И, разумеется, от того, насколько экономично, с какими темпами развивается наше предприятие, зависит от заработной платы работников, а, следовательно, и тот налог, который мы получаем в свой бюджет. Если экономика несколько темпа снижается, то и, соответственно, уровень роста зарплаты несколько снижены. Я просто вот приведу такие примеры, что если в 2011 году, в 2012 году наш НДФЛ рос с темпами, да, как и зарплата где-то 12% к уровню предыдущего года, то на 2014 год темп роста НДФЛ мы заложили 10,9%. Хочу сказать, что да, это несколько оптимистичный прогноз, но мы все-таки надеемся, что и указы президента в части роста зарплаты работников в социальной сфере, она несколько подтянет вот этот уровень зарплаты до того процента, который мы себе запланировали. Я считаю, что мы этот процент должны выполнить. Тем более мы предпринимаем еще и активно сейчас меры по выполнению таких доходных источников, как неналоговые поступления. Это арендные платежи за землю, это поступление платы от размещения временных, сооружения рекламы, от прибыли наших муков. То есть во главу угла поставлены в этом году и неналоговые платежи. Поэтому мы активно в этом плане работаем. У нас создана даже комиссия по неналоговым платежам. Заседание комиссии проходит каждую неделю и каждый месяц на уровне главы. Поэтому я надеюсь, что мы свои доходные источники выполним в полной мере, и в том числе и расходную часть бюджета. Слава Владимировна, ну вот о сокращении, скажем так, программы, которая предусматривала капитальное строительство, инвестиционное составляющую. Опять же в СМИ прошла информация, что ряд объектов в этом году исключаются, скажем так, их финансирование. Что это значит? Это значит, что что-то, что планировали строить в этом году, построено не будет? Ну, не совсем так. У нас на сегодняшний день действуют две программы, которые включают в себе расходы инвестиционного характера. Это развитие дошкольного образования. Она включена у нас как подпрограмму в большую программу образования. И вторая – это ведомственная целевая программа, адресная инвестиционная программа. Она так и называется, потому что она имеет конкретную адресную привязку к объекту, который подлежит строительству либо реконструкции. На самом деле, в текущем году при исполнении бюджета, вот в январе-феврале, был рассмотрен вопрос о перераспределении внутри этих программ ряд объектов по финансированию. Что это означает? Это означает, что ни один объект из программы не был исключен, но только произошло временное перераспределение средств. То есть были уменьшены ассигнования по ряду объектов коммунального хозяйства и увеличены ассигнования на эту же сумму по другим объектам. Но, тем не менее, все объекты, которые мы запланировали к строительству, а у нас планирование сейчас происходит трехлетнего бюджета, то есть все программы у нас запланированы на семилетку, а бюджет у нас планирован по бюджетному законодательству на трехлетку. Все объекты в рамках этих программ, они у нас сохранены, и мы надеемся, что в течение трех лет все объекты будут построены. То есть, грубо говоря, то, что они начнут строить в 2014 году, начнут в 2015. Однозначно. Не более того. И более того, я так думаю, что даже и вот то небольшое сокращение в сумме семи миллионов, которые сняты с ряду объектов по канализации, да, это западный коллектор, КНС-3, мы вернемся в этом году к рассмотрению этих вопросов, так как эти строчки в бюджете оставлены, финансирование частичное на эти объекты оставлены, и мы надеемся, что в этом году мы даже сможем поучаствовать, может быть, в ряде федеральных проектов для того, чтобы эти объекты строить на условиях софинансирования. Кроме того, у нас всегда в течение года, мы видим, когда у нас поступают дополнительные доходные источники в местный бюджет, а это происходит каждый год, это в сумме где-то 100 миллионов рублей, то мы в течение года начинаем дополнять финансирование по ряду объектов. И, конечно, мы к этим объектам вернемся обязательно. Ну, то есть, что называется, вопрос далеко не перечеркнут, а, скажем так, вот просто немножечко, чуть отодвинут в сторону, но есть вероятность к тому, что вот уже даже в этом году вот из этой стороны он вернется опять в приоритеты. Евгения, даже больше скажу, что вот те изменения, которые проходят в первом квартале, это, как правило, те изменения для того, чтобы нам уже к началу летнего периода подойти с полностью подготовленными проектными работами. И если вы посмотрите вот те изменения, которые произошли у нас на Думе 20 февраля, да, вот в феврале, вот те изменения, которые в адресную программу были внесены, то они касаются перераспределения финансирования на проектные работы. Просто наше управление капитального строительства максимально хочет подойти к летнему периоду с полностью подготовленными проектными работами, чтобы у нас проекты были там к апрелю месяцу полностью профинансированы, и мы смогли подойти к тем стройкам, которые были запланированы. Удачи вам, Светлана Горячкина. Заместитель главы администрации города Рязани. Сегодня мы говорили о городских деньгах. Надеюсь, что после этой программы вы стали чуть лучше в них разбираться. Это была программа «Лицом к городу». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова